В чем обстоит дело? Есть психология, она замеряет всякие разные психические функции. Есть шкала экстернальности-интернальности, которая меряет людей на предмет того, кто они являются экстерналами или интерналами. Не путайте с экстравертами и интровертами. Что такое экстерналы и интерналы? Я не уверен. Экстерналы – это люди, которые приписывают, они верят в судьбу, что все, что происходит, это происходит не от них, а потому что повезло. Повезло – повезло. Не повезло – не повезло. Интерналы – они полагаются на себя. Если у них что-то не получилось, они говорят, виноват, накосячил, буду переделывать. Если у них что-то получилось, они говорят, ах, да Пушкин, ай, да сукин сын. Значит, они с собой гордятся. Ну, как вы думаете, у кого депрессии больше? У экстерналов или у интерналов? Ответ. Правильный ответ. Даже если нету пандемии, интерналам лучше, меньше депрессии. А в пандемию, там, где вообще эти обстоятельства внешне и просто сами по себе токсичная, агрессивная, радиоактивно-психическая среда, экстерналам вообще не выжить, понимаете? Поэтому, если мы хотим, а, выжить, б, мы хотим успешно выжить, с, мы хотим депрессию побороть, и, д, мы хотим меньше добиться, надо становиться интерналами. Понимаете? А Новый Год – это для экстерналов, понимаете? Ну, я не хочу здесь никого обижать и травмировать, но, в целом, вот это ожидание, что Новый Год вам придет, счастье принесет. Это же что такое? Судьба. Судьба. Вот, евдокимы фамилии. Судьба. Ну, вот, если у вас судьба, то вы что будете? Вы будете, дорогие мои, разочарованы, впадете в депрессию, и беда вам. И вот. Это такое, это, кодирую вас. Шучу не умею. Вот, значит, в этот момент надо перестраиваться на интернальность. Что такое интернальность? Интернальность, когда я ответственно за происходящее беру на себя, но, вот тут самое важное, нельзя брать ответственность на себя, если у вас нет внутреннего ресурса. Понимаете? Потому что если вы возьмете на себя ответственность, а внутреннего ресурса у вас нет, вы поломаетесь. Понимаете? Поэтому если у вас ресурс нету, надо идти за ресурсом. Понимаете? Потому что если вы пойдете за ресурсом, у вас будет ресурс, и тогда вы можете взять на себя ответственность, вы можете вести себя как интернал, вы можете понимать, что вот это я достигаю, почему? Потому что я не достигаю, это у меня не получилось. Это я недостаточно, чтобы сделать сейчас переделку. И вы получаете, что вы можете опираться на самих себя. Не вот на магию, чудеса вот это все. Я не идеализирую. Опираться на самих себя, дело хорошее, но так себе. Бывают на старуху, бывает проруха. Но это лучше, чем вот все остальное. Ладно? Поэтому, значит, первое. Нам надо не ждать, когда счастье наступит. Или там у нас, это я сейчас перечисляю, три лайфхака. Ох, любит троц. Значит, первое. Это не ждать, что вот сейчас что-то случится, мы приступим. Думайте сразу туда, через шаг. Второе. Надо избавиться от депрессивного состояния, которое неизбежно сейчас у всех возникает, потому что это защитная реакция на фоне перманентного, развивающегося, тотального стресса, поражающего все человечество. У журнала Times худший год в году. Они не видели худших годов. Они не жили в 91-м, 92-м. Они не помнят 98-й, нежели в России, понимаете, в эти светлые и прекрасные времена. И 99-й тоже был. О, господи, лучше не вспоминать. Да. В общем, короче говоря, ну, все вот в этом. Вот. И надо всячески бороться с апатией, которая является защитным механизмом вас, чтобы вы ничего не делали и парализует вас. То есть у вас страх, тревога, неуверенность там и так далее, а то бац, и вам говорят апатия, ничего не делай, все. Быльем поросло, этот, трава не гори, или что-то там. Вот. И третье, это формирование в себе ресурса, на который вы всегда можете полагаться. О, видели? Вот. Ну, перейдем к делам чуть более практическим. Значит, что вам там делать, это вы сами решите. Вот. Про ресурс и про психическое состояние. Значит, ну, как думает экстернал про свое психическое состояние? Экстернал, у которого в экстра все причины, вовне. он думает, погода хорошая, хорошо мне, погода плохая, плохо мне, это все развивается, бьет ключом, хорошо мне, все загибается, ключ выключился, плохо мне, там и так далее. Вот. Это экстремальная позиция. Вот. Так вот, значит, наша задача с вами понять, что интернальность, да, она напрямую связана с тем, насколько мы способны управлять своим собственным душевным состоянием. Потому что, если у вас все зависит от внешних обстоятельств, вы экстернал, тогда надежда на то, что вы с чем-то сможете справиться в эти буйные годы невелика. Надо как-то понимать, что вы можете в своем эмоциональном состоянии регулировать. Да, проблемы, да, сложности и так далее. Но моя-то психика, она моя собственная. Вообще, принять на себя как бы вот это ощущение, что ваша психика, ваша, это вообще, я вам скажу, сверхважная вообще жизненная задача. Не вновь, но в год, понимаете, 2011, 2021. Вот. Еще продолжающий быть пандемическим. Я сразу предупреждал, отмотаете инстаграм, я говорю, полтора года. И... Я же доктор, же знаю вакцины, сколько он будет делать. И сколько все переболеют и так далее. Но как бы там ни было. Отвлекся я на вакцину, мысли пошли мы в другую сторону. Возвращаемся. Значит, нам нужно на наше собственное душевное состояние операции. Вот. Значит, в связи с чем я в этом судьбоносном 2020 году вдруг стал снова заниматься психотерапией. Ну, по крайней мере, про это снова рассказывать, книжки вот эти свои раздавать, так сказать, и всяческое вот это все. Почему? Потому что я понимаю, что сейчас все в стрессе и надо... Я призван. Призван в армию, так сказать. Почему? Потому что психотерапия накопила большое количество знаний и практик, которые позволяют людям справляться с стрессом, с внутренним напряжением и формировать ту самую здоровую интернальность, формировать внутренний психологический ресурс. Продолжение следует...